МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собирается ли Иран перейти через Аракс? Новая география. Омбудсмен Армении представил Керолайн Кокс доказательство об этнических чистках, проводимых со стороны Азербайджана в Арцахе. Мы не армяне 1915 года. Мы заставим вас платить за все. Голливудский актер Марко Хан. В руинах древнего города ПРФ в Самосате был найден человеческий скелет возрастом 1500 лет. Армяне празднуют победу в Шуши. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава туристической компании Планета Тревел Клуб Армен Яронусян. Армянская армия празднует победу в Шуши. Удивительная победа над турецкими элитными войсками. Завтра и послезавтра мировые СМИ сообщат о безобретательности армянской военной стратегической мысли. Знаете, после анализа официальных СМИ я заметила очень интересную вещь. Насколько слабое стратегическое мышление турецкой армии? Они хорошо вооружены, но стратегического мышления у них нет. Те, кто знаком с операцией по освобождению Шуши в 1992 году, хорошо знают военный план, который использовали генерал Гзоглян и Терта Давосян. Турки буквально повторяют военно-стратегический план командоса Терта Давосяна. Даже направление атаки на карте совпадает. Дорогие соотечественники, глупость турок в том, что они знают Шуши непобедим, когда принадлежит армянам и наоборот. 1992 год тому свидетель. Они борются против армян, используя стратегию армян, забывая, что изобретатели военной стратегии и изобретательности под названием «ловушка» также являются армяне. В результате этой ловушки сегодня погибло 500 турецких спецназовцев. Воспользовавшись старинной ловушкой, армяне гениальным образом разбили турок и лишили их элитных войск. Слава нашим генералам, армянским офицерам и армии! Шуши победил. Сегодня-завтра остатки разрушенной турецкой армии будут полностью уничтожены, и армянские силы перейдут в наступление остатки врага. Турецкое оружие и войска не раз опозорились в Арцахе. Этот раз будет последним. Представляем вам интервью новоизбранного депутата Национального собрания Западной Армении Гейермо Караманяна. В интервью господин Караманян подробно рассказывает, чем он занимался до избрания депутатом парламента и отметил, в каких сферах парламент он будет более полезен. В частности, господин Караманян подчеркивает, что основная работа должна быть проделана для решения вопроса территории Западной Армении, оккупированных Турцией. Основная цель – иметь мощное государство в Западной Армении. Интервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. Представитель Министерства обороны Армении Артур Нованисян пишет, «Кроме Шуши важны также бои и на других направлениях. Попытки наступления врага в направлении Мартуни, Мартакерта, Тагаварда и других мест провалились. Бои на всех участках крайне важны». Иран усиливает военное присутствие на своих северных границах, накапливая живую силу и большое количество техники и вооружений, в том числе противовоздушных сил и понтонов. Все это говорит о том, что Иран в случае необходимости готов решать не только оборонительные, но и наступательные задачи, перейдя Аракс. Командующий сухопутными войсками Ирана генерал Гейдари накануне заявил, что исламское государство не потерпит изменений геополитических границ и географии в регионе. Что это значит? Какие изменения неприемлемы для Ирана? Иран выразил обеспокоенность в связи с присутствием террористов, и они, конечно, изменят географию в регионе, если Турции удастся их переменить в большем широком масштабе, чем просто Арцахская война. Но считает ли Тегеран, что террористы могут географически переместиться в том числе в Иран? То, что это перемещение занимает свое место в турецкой террористической стратегии Турции на Кавказе, не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, когда Анкара отдаст такой приказ. Накапливание наступательного потенциала Ирана на границе свидетельствует о том, что Тегеран считает вероятной такую угрозу. Примечательно, что Тегеран перебрасывает военную силу на северную границу не тогда, когда там происходили ожесточенные бои, а когда турецко-террористические группировки продвинулись далеко вперед. И переброску сил Тегеран, кстати, начал после того, как Иран выдвинул свои предложения по карабахскому урегулированию. Защитник прав человека Армении Арман Татуян принял делегацию в составе баронессы Каролайн Кокс, вице-директора возглавляемой баронессой благотворительной организации «Харт» и двух журналистов. Об этом сообщил Арман Татуян на своей странице в Фейсбуке. Омбудсмен представил факты военных преступлений вооруженных сил Азербайджана против мирных жителей Армении Арцаха. Арман Татуян представил подробности убийств и ранений гражданских лиц в Гекар-Куникской и Сюникской областях Армении, размеры причиненного селом материального ущерба. Делегацией также были представлены факты использования Азербайджаном запрещенных видов оружия, в частности боеприпасов, предположительно содержащих белый фосфор. Голливудский актер армянского происхождения Марка Хан сделал очередной пост на своей странице в Фейсбук в поддержку армян. Армянский актер более чем уверен, что сегодня армяне сильнее и лучше подготовлены. Мы больше не армяне 1915 года, мы поколение переживших геноцид, более образованные, более самодостаточные и более вооруженные. Мы не стадимся без боя, мы возьмем от них больше. А поскольку теперь мы рассредоточены по всему миру, мы заставим их платить за все, написал Хан. Ранее актер призвал своих последователей осудить Азербайджану турецкие провокации, говоря правду. Армянская борьба за выживание важна по нескольким причинам. Армянская цивилизация – это одна из древнейших цивилизаций мира, которая также является первой цивилизацией, принявшей христианство. В Армении есть церкви с многовековой историей. На сегодня эти варвары хотят очистить эту историю и культуру своими деньгами на бензин, пытаясь создать свою ложную версию. Пожалуйста, помогите Армении, хотя бы распространяя правду. «Для нас важна любая поддержка», – написал он. 1500-летний скелет, принадлежащий мужчине, был обнаружен во время раскопок в антенченном городе Пере в районе самосад Адиаман, одного из пяти крупных городов королевства Калмаген в Западной Армении. Рядом с 160-метровой лестницей, найденной при раскопках, ученые нашли могилу с саркофагом, а рядом со скелетом были найдены останки птиц. Рядом со скелетом был найден горшок с обожженной глиной. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию сосу Назгагракан Хамуит – соснотога. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok